В эти минуты в китайском Ханчжоу проходит неформальная встреча лидеров стран БРИКС. Напомню, туда как раз таки входит Россия, Китай, Индия, Бразилия и ЮАР. Владимир Путин обсуждает с партнерами по организации повестку Дня Большой Двадцатки. А также вопросы связаны с самой организацией. Встреча лидеров проходит в государственной резиденции Сиху. Кстати, Бразилию на неформальной встрече представляет нового государства Мишель Темер. Он вступил в должность 1 сентября. До сегодняшнего дня не было официальных контактов с российским президентом. Саммит Большой Двадцатки начинается в 10 часов по Москве. Продлится два дня. За это время лидеры крупнейших экономик мира будут искать пути выхода из кризиса. Конечно, говорить будут не только об экономике. Это стало понятно еще до начала форума. Одним из последних в Ханчжоу прибыл премьер-министр Японии Синдзе Абе и его британская коллега Тереза Мэй. Кстати, она планирует на саммите еще раз обсудить вопрос о выходе Великобритании из Евросоюза. В частности, возможность сохранения торговых отношений после Брексит. Незадолго до визитов Китая новоиспеченный британский премьер предсказал непростые времена для экономики Соединенного Королевства. В рамках саммита Тереза Мэй встретится и с Владимиром Путиным. Этой встрече придает огромное значение. Сейчас отношения Москвы и Лондона переживают не самые лучшие времена и находятся практически в замороженном состоянии. Говорят на полях саммита и о проблемах глобального изменения климата. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун поблагодарил США и Китай, которые ратифицировали Парижское соглашение. Для вступления его в силу необходимо, чтобы подписали также еще 55 стран документ. Пока же это сделали чуть больше половины. Это значительный шаг вперед по проблеме изменения климата. Сейчас 26 стран присоединились к конвенции. На них приходится 39% глобальных выбросов парниковых газов. Теперь мы ждем таких же шагов еще от 29 стран. И тогда Парижское соглашение вступит в полную силу. Продолжение следует... Продолжение следует...